Мы с вами на территории городского района, который называется Красная Казарма. И за моей спиной здание, которое внесено в государственный реестр недвижимых объектов культурного наследия. У этого здания славная история. Это казармы Астраханского драгунского полка, который с 80-х годов 19 века дислоцировался в Сирасполе. Он назывался и 8-м, и 22-м, но вошел в историю, потому что воины этого полка, он только дислоцировался с 80-х годов у нас. А вообще полк был создан в 811 году и принял участие в знаменитой Бородинской битве. И там есть памятник воинам Астраханского драгунского полка, принявшим участие в Бородинской битве. Затем за спиной в истории полка была война Крымская, так называемая, 853-56 года. Затем война за освобождение Болгарии, 1877-1878 годы. И памятно и интересно осталось, есть почтовая открытка, в которой Николай II в апреле 1904 года благословляет воинов этого полка для участия в русско-японской войне 1904-1995 года. И делает он как раз на фоне вот этого здания. А вообще район называется Красной Казармой, потому что здесь есть несколько зданий и как раз такого военного, штабного назначения, но уже более позднего, советского времени, которые строились по обычаи того времени из красного кирпича. И поэтому здесь, на этой территории два таких здания, два на территории собственного района. И в новом варианте проекта реестра предполагается и включение в состав этого реестра. А район Белые Казармы, это совсем не противопоставление белых и красных, потому что там здания были, как правило, светлых таких тонов. И в народной памяти они так и называются. В свое время, когда здесь располагались жилье и штаб летной дивизии, этот район был огорожен полностью, проникнуть в него было нельзя. И мне рассказывали давно живущие здесь старожилы, что в паспорте было написано «Красные казармы, дом номер такой-то». Это потом появились названия улицы космонавтов, потому что восемь космонавтов начинали летать не в ветерасполе. А вот эта территория, это была уже, это не городская была территория в момент, когда строились Красные казармы. Это была территория за городом, поэтому здесь, собственно, было поле, на котором парады можно было проводить, выстроить войска. И не случайно, наверное, что вот улица, на которую фасадом выходит штаб российской армии, она носит имя Суворова. Но до революции она называлась выгонная. То есть это уже не город был, это было место, по которому скот гнали на пастбище. Вот так преобразуется город, так он меняется, но остаются памятники, подобные тому, который вот здесь мы с вами видим.